В Гомеле и Жлобине прошел областной этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам. За призовые места и возможность попасть в финал сражались более тысячи школьников из всех районов области. Подробнее в следующем сюжете. С 8 по 12 января по всей Беларуси школьники сражались за звание лучшего в каждом из учебных предметов. Всего их в этом году было 18. Самые популярные – математика, русские и белорусские языки, литература. Впервые можно было принять участие в испытаниях по физической культуре. Глубокие знания – главное условие успешного выступления. Но не менее важно справиться с волнением и уметь сконцентрироваться. Вы сами видели, переживают, нервничают учащиеся 11 класса, потому что понимают, что где-то теорию вчера, наверное, немножко решили не так верно. Поэтому сегодня уже волнение в их глазах, и я очень надеюсь, что они справятся с этим волнением. Потому что бывает такое, чаще все знают, вот мы этих ребят уже знаем 3-4 года, у них хорошие были выступления на области, даже на республике в 9-м, 10-м. Не могут они успокоиться, взять себя в руки, да, и психологически настроиться на то, чтобы вот этот последний решающий шаг пройти достойно. В составе жюри более 140 человек. Интересно, что среди них, кроме опытных преподавателей, аспиранты и даже студенты, которые сами в недавнем прошлом были участниками Олимпиад. На самом деле иногда вот хочется подсказать, ну вот как вы этот простой пункт не понимаете, хочется подсказать, но когда ты уже член жюри, ты должен стоять в стороне, объективно все это оценивать и никаких подсказок не давать. Поэтому быть членом жюри на самом деле в несколько раз сложнее, чем самому решать Олимпиаду. Организаторы Олимпиады создали все необходимые условия для проживания и подготовки участников. Чтобы молодые люди могли снизить нагрузку и уровень стресса, им предложили различные виды досуга, например, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также занятия спортом. Разрежать, не напрягая мозг, мы можем, ну, заниматься, можно так сказать, чем-то физически полезным. А мозг, ну, отдыхает, можно так сказать, потому что на Олимпиадах очень устаем и приходим, еще думаем, как мы написали все это, ошибки свои пытаемся просчитать. И это как-то отвлекает от этого всего и легче становится. Действительно, Олимпиада – лучшая возможность в условиях соревнования проверить свои знания. А в случае победы еще и представить регион на заключительном этапе. Причем популярность предметных Олимпиад с каждым годом растет. Стремление ребят попасть именно на третий этап, на республиканский уровень, участие в областных Олимпиадах достаточно высокое, он возрастает с каждым годом. Конкуренция растет. И это, естественно, потому что желающих поступать в высшее учебное заведение после окончания средних школ, гимназии, лицеев возрастает. Естественно, это зависит от количества выпускников средних школ. Победители областного этапа войдут в сборную команду Гумерской области. Долго отдыхать им не придется. Скоро начнется еще более напряженный период – подготовка к республиканскому финалу. Анна Корольчук, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.